Прямой эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. И далее коротко о главных событиях дня. Шокирующая жестокость. Следователи и психологи ищут причины массовых семейных расправ в Хакасии. Белый верх, черный низ в республике, как и по всей стране, спустя 20 лет после отмены возвращаются к школьной форме. Компенсация за холодный июнь. Метеорологи Хакасии дают позитивный прогноз на август. Главная новость последних дней – очередное массовое убийство. Накануне в Черногорске в одной из квартир многоэтажного дома обнаружены сразу три тела. Среди них малолетний ребенок. Все с признаками насильственной смерти. Всю ночь на месте работали следователи. По предварительной версии, сценарий произошедшего аналогичен бойне в Подсинем осенью прошлого года, когда бывший муж расправился с семьей из пяти человек, убил себя и оставил деньги на похороны. В Черногорске вместе со следователем работала и наша съемочная группа. Репортаж Ольги Стельмах. В ту ночь никто из жильцов Черногорской пятиэтажки подумать не мог, что буквально за стеной образцовый муж и отец расправился со всей своей семьей. Ни единого крика, ни с хлипа. Андрей Лефер отнял жизнь самых близких ему людей – жены и сына, когда те еще спали. Постельное белье в лужах крови. Больше всего досталось ребенку множество ножевых ранений. У шестилетнего малыша не было шансов выжить. После расправы с сыном и супругой мужчина зарезал и себя, оставив в квартире 100 тысяч и записку. В ней сознается в убийстве и просит похоронить их семью. Есть что-то общее с трагедией, произошедшей в Подсиним. К сожалению, опять-таки и характер причинения повреждений, и лица, что, к сожалению, погиб один ребенок. Даже после обыска и опроса соседей вопросов у следствия остается много. Как примерный семьянин, так зверски расправился со своей семьей. В браке супруги прожили больше девяти лет. Воспитывали позднего, долгожданного ребенка. Мы же живем, видим, как он, допустим, ее называются. Любимая жена Аленушка. Как? Аленушка всегда больше по-другому никак не слышали пьяного, не видели его. Плохого, вот, ну, ничего невозможно сказать о них. Никогда ни скандалов с их квартир, ни шума, ни криков. Всегда все было даже... Все в таком неведении не знаем, что произошло. Сегодня строят различные версии ключевая. У семьи Лефер были огромные долги, квартира в залоге. И, как назло, проблемы с бизнесом, о которых знали даже соседи. Все вроде как налаживается у них, как-то что-то вроде как сдвижки в бизнесе. Что-то вот началось, у них же бизнес свой. Торговля женской одежды, отдел там свой бизнес. Есть предположение, у мужчин издали нервы после давления коллекторов. Реальные причины жестокой расправы следствию еще предстоит выяснить. Из квартиры изъяли ежедневник и другие личные записи убийцы. По ним проведут медико-психологическую экспертизу. Найти объяснение жестокой расправы над родными людьми и тем более участившимся в последнее время случаем пытаются профессиональные психологи. И похоже, что это не так называемый сезонный фактор, а тенденция, которая способствует чрезмерный поток агрессивной информации. Причин несколько, их множество. Одна из причин это те же самые фильмы с демонстрацией насилия, любой канал вечером включи. Мы видим одно и то же практически убийство, 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 убийство. Те же самые компьютерные игры с элементами насилия, их тоже огромное количество. Плюс алкоголь, если в каком-то из этих случаев был замешан алкоголь, то он, естественно, все тормоза снимает. На поверхность поднимаются самые дикие какие-то инстинкты, агрессия вот этого, да, неконтролируемая, немотивируемая совершенно агрессия. В воскресенье Сергей Акимов будет в гостях в студии программы «Вести Хакасия. События недели». В интервью речь пойдет о психологическом дискомфорте современного поколения. Как избавиться от растущей ненависти и почему это происходит между самыми близкими людьми. Смотрите интервью 4 августа в 10 часов 20 минут. К другим темам. Дачников Хакасии вновь поддержали. Как и в прошлом году, на развитие инфраструктуры из бюджета республики выделено 25 миллионов рублей. Практически все товарищества, которые подавали заявки, гранты получили. В ближайшее время 36 дачных обществ начнут осваивать полученные средства. Репортаж Алиси Калиниченко. Поддерживать дачников правительства республики начало в 2011 году. К тому времени водопроводы, дороги и энергосбережения в дачных обществах были в таком разбитом состоянии, что никаких членских взносов не хватало на восстановление разрушенной инфраструктуры. Дачи стали забрасывать. На ремонт и реконструкцию нужны были большие деньги. И их огородники Хакасии получили. За три года действия программы бюджет республики выделил 71 миллион рублей. Я уверен, что эти деньги будут использованы эффективно, как это делалось в прошлом году. Это энергетика, это дороги, это вода. Это многие-многие вопросы. И действительно, сегодня можно отметить, что те проекты, которые защищены уже сегодня, они не просто как бы случайно выхватили какую-то тему, аварийную тему и закрыли, и радуемся. Нет, это в плановом порядке продолжение работы, которое было начато два года назад. Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка» в программе участвует третий год. На правительственные гранты плюс свои деньги планомерно восстанавливает энергоснабжение. В начале 2000-х с участков украли все провода, трансформаторы и даже спилили деревянные столбы. Сегодня практически весь массив оснащен железнобетонными опорами. В ближайшее время их установят на трех последних улицах и энергетики начнут подключение. Для нас электроэнергия – это самый больной вопрос. У нас централизованного водоснабжения нет, и поэтому все зависит от электричества. Тем более наш массив находится в черте почти города. У нас очень много живут, построили дома, такие добротные, да. Очень много людей проживает на массиве, прописано уже очень многие. И поэтому электричество – это самый насущный вопрос у нас. Правительственная программа подтолкнула дачные общества республики стать более организованными, регистрироваться и вновь платить членские взносы. Это одно из обязательных условий получения гранта. В этом году наконец-то активизировались дачники Абазы. Из 18 местных обществ два зарегистрировались, подали документы и получили денежную поддержку в сумме 500 и 200 тысяч рублей. Это первый шаг со стороны абазинцев. Я просто уверен в том, что сейчас на этом примере все другие общества, руководители этих обществ, начнут более активно оформлять документы. И в следующий год думаю, что они все выставятся на эти гранты. Программа «Дач Хакасии» долгосрочная. Финансовая поддержка садовым товариществом из регионального бюджета будет оказана и в следующем году. Между тем депутаты Верховного Совета Республики обратились в правительство России с просьбой разработать федеральную целевую программу по поддержке дачных обществ. Олесь Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Глава Хакасии с рабочей поездкой побывал в Орджоникидзевском районе. Здесь под личным контролем Виктора Зимина идут ремонтные работы сразу в двух социальных объектах – сельской школе и больнице. Здание Копьевской школы три года назад признали аварийным. В 2011-м столовую учебного заведения заменили все оборудование. А в этом году приступили к капитальному ремонту всего здания и благоустройству пришкольного участка. К финалу подходят ремонты в районной больнице. Уже откапиталили родильное и хирургическое отделение, теплый переход, заменили систему теплоснабжения в стационаре. Сегодня идут работы по замене вентиляции. В общей сложности на ремонт Копьевской больницы республика выделила более 15 миллионов рублей. Глава Джинькидзевского района Анатолий Таченачев поблагодарил правительство за поддержку, отметив, что никогда еще столько средств не вкладывалось в развитие самого северного района Хакасии. Когда-то в 4 года весь бюджет был республики Хакасии 7 миллиардов собственных доходов. На сегодняшний день только медицина финансируется на 8 миллиардов. Угнал и разбил, не проехав и десятка километров. В Сорске безработный мужчина позарился на автомобиль, находящийся в гараже по соседству. Проникнуть в помещение ему удалось, подпилив замок. Вот только уехать далеко не получилось. На первом километре автодороги Сорск-Ербинская он опрокинул машину в певер. Там же его и задержали сотрудники полиции. Авто вернули хозяину в весьма помятом виде. Ущерб потерпевший оценил в 50 тысяч рублей. На автодороге Ачинску-Журшура-Троицкой ограничено движение. В Багратском районе начат ремонт дорожного полотна. Строители планируют закончить работу к сентябрю, а пока на этом участке ограничен скоростной режим, движение осуществляется по одной полосе. 1 сентября в силу вступает новый закон об образовании. Изменения коснутся не только самого образовательного процесса, но и внешнего вида учеников. Через 20 лет после отмены государство вновь вводят школьную форму. До нового учебного года остался ровно месяц. В этом сезоне родителям необходимо позаботиться не только о содержимом школьного портфеля. Школьная форма вновь стала обязательной. Из положения все выходят по-разному. Кто-то шьет на заказ, кому-то проще приобрести готовый вариант. По информации городского управления образования, большинство родителей Абакана одобрительно встретили нововведение. Мы сами ходили в форме, успели походить в форме. Ребятишек это уравнивает. Да это просто красиво. И все, просто красиво. С 1 сентября 2013 года дети обязаны носить школьную форму. Это закон. Правда, жестких рамок, какие были в Советском Союзе, не вводится. Как будет выглядеть ученик той или иной школы, решает образовательное учреждение совместно с родителями. Власти могут дать только общие рекомендации. Главное, чтобы эта школьная форма была удобной. Главное, чтобы она соответствовала всем требованиям санитарных правил и норм. Хотелось бы, конечно, чтобы школьная форма ребят из разных образовательных учреждений давала нам возможность понять, из какого образовательного учреждения наши детки. Это могут быть какие-то значки, символика, галстуки, может быть. Как будет выглядеть школьник осенью, родители и учителя определились еще весной. В конце учебного года в образовательных учреждениях прошли собрания и голосования. Где-то решения принимали со спорами, где-то единодушно. В первой школе Абакана пошли по пути наименьших затрат. Здесь ученики и так последние пять лет придерживаются делового стиля в одежде. К 1 сентября родителям необходимо приобрести только синие жилеты. Теперь это официальный цвет местной школьной формы. По отзывам детей и по отзывам учителей, именно в тех классах, где у нас уже придерживались рамки в одежде какие-то определенные, было отмечено, что сам учебный процесс настраивает на рабочий лад, дети более собранные, доорганизованные. У любого нововведения всегда есть сторонники и противники. Недовольные школьной формой, скорее всего, будут, но в меньшинстве, так как большинство современных родителей родом из советского детства. Сегодня в здании республиканского отделения пенсионного фонда начался капитальный ремонт. Работы продлятся до декабря. Руководители отделения заверили, прием посетителей будет продолжаться, но клиентам рекомендуют запастись терпением к временным неудобствам. В пятиэтажном здании отремонтируют каждое из более чем ста помещений. Часть кабинетов уже освободили, в них хозяйничают строители, остальные ждут своей очереди. Капитальный ремонт потребовался пенсионному фонду всего через семь лет после сдачи здания в эксплуатацию. Почему так произошло, рассказали сегодня руководители отделения на пресс-конференции. Техническое состояние здания было обследовано по распоряжению головной организации, пенсионного фонда России. В итоге было решено провести капитальный ремонт, средства на него 24 миллиона рублей, тоже федеральные. Обследование проектной организации показали о том, что есть у нас трещины, которые надо устранить, усилить фундаменты, добавить отмостки, потому что подтекание под фундамент есть. И поэтому мы это все устраняем. Кроме того, очень много работ, которые направлены на улучшение доступа маломобильных групп. Речь идет об инвалидах на колясках. Для них расширят дверные проемы, сделают более доступными санузлы. А еще переделают пандусы вместе с крыльцом. Ступени на нем из-за землетрясения или осадки грунта опасно просели. Начнут ремонт с крыльца Абаканского управления, куда в основном и приходят клиенты. В связи с проведением капитального ремонта в здании отделения, с 12 августа по 1 сентября в течение трех недель мы просим жителей города Абакана потерпеть и отнестись с пониманием к временным неудобствам. Клиентская служба города Абакана в это время будет осуществлять прием в помещении отделения на первом этаже. Зал для приема посетителей в отделении вдвое меньше, неизбежны очереди. Поэтому сотрудники пенсионного фонда рекомендуют жителям Абакана в эти недели решать вопросы по телефону. Большинство услуг доступны также по интернету, на сайте ведомства или в многофункциональных центрах. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Все краски, кроме черной, использовали участники республиканского конкурса «Рисунка». Теперь их работы будут украшать школы, детсады, больницы и дома культуры по всей республике. Рисунки, которые разместили на плакатах и календарях, были признаны лучшими в конкурсе. Творческие состязания проводились в рамках программы «Дети Хакасии». За победу боролись юные художники из всех муниципалитетов. Но больше всего призовых мест заняли ребята из Орджоникидзовского района и Саиногорска. Через яркие краски школьники выразили свое отношение к жизни, в которой нет места вредным привычкам, болезням и грусти. В общей сложности Минруд Хакасии выпустил полторы тысячи информационных плакатов. На каждом, помимо рисунков, размещен детский телефон доверия. Его номер также можно найти на красочных календарях и закладках для учебников. Полиграфическая продукция уже расходится по городам и районам республики. Такая акция нами проводится повторно. В том году мы также выпускали плакаты с рекламой «Здоровый образ жизни», но не привлекали к этому маленьких жителей Хакасии. В этом году мы решили сделать в такой форме. На пороге третьего месяца лета метеорологи дают прогноз. Август будет дождливым и теплым. Жаркие дни местами до 30 градусов в начале и конце месяца хоть немного, но компенсируют за холодный июнь. Подробности в следующем материале. Надеюсь, что август будет не такой дождливый и теплый, но и не такой жаркий, потому что все-таки июль был жаркий, мне кажется. Лето было холодное, в июнь очень, а вот в общем какие-то перепады. То голодно, то жарко. Мне хорошо. Лето было ужасным и август будет тоже ужасным. Надеемся, на следующий год такого не будет. Коротким летом мне показалось, а от августа я жду того, что, ну, надеюсь, что будет хорошая погода. Надежда любителей жаркого лета оправдаются в августе, говорят метеорологи. Среднемесячная температура будет около плюс 16, и это как раз золотая середина, то есть норма. А вот ожидаемые максимальные границы температуры под 30. Буквально в предстоящие выходные дневная температура, столбик термометра повысится даже до 33 градусов местами по республике. Третья декада августа вновь нас порадует дневными температурами 23-28, но ночные температуры будут находиться также в пределах 7-12 градусов. Но вот середина месяца чем-то напомнит июньскую погоду, когда, выходя на улицу, нередко приходилось надевать ветровки и брать с собой зонты. Иными словами, во вторую декаду днем термометры будут показывать около 18-23 градусов тепла, ночью около 12. Хорошо или нет, но в августе то и дело будет моросить дождь, пройдут ливни с грозами. Говорить, что осадков в конце лета окажется слишком много, нельзя, но вот чуть больше положенного – это факт. Наталья Громашова, Антон Михайлов, Вести Хакасия. К этому часу у меня все новости. Напомним, смотрите нас и на сайте вести.дефисхакасия.рф. Не пропустите главного. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok